Всем бонжур, меня зовут Полина, и сегодня у меня категорически осеннее настроение. Я думаю, это понятно по антуражу, который я здесь вокруг себя создала. Сегодня я расскажу вам про те книги, которые, как по мне, могут помочь создать это настроение и вам. Да, здесь, к сожалению или к счастью, не будет всяких банальностей, типа Рея Брэдбери и Скотта Фиттжеральда, по крайней мере, по мне это банальности, но при этом я расскажу вам про книги, которые... Которые действительно можно и, как мне кажется, нужно читать осенью. Да, я более-менее избавилась от таких, знаете, гендерных предрассудков в литературе, но вот ничего не могу поделать с погодными условиями. Мне все равно кажется, что каждому сезону соответствует определенная литература. Вы можете написать в комментариях, есть ли подобные предрассудки у вас, или вы читаете все подряд, вне зависимости от погоды и показателей градусников. Начну я, пожалуй, с перей издания мемуаров дьявола Фредерика Сулье. Да, этот автор, как мне кажется, не очень известен, хотя в свое время он был одним из популярнейших прозаиков Франции. И да, он был дружен и с Гюго, и с Дюма, и с Бальзаком. И, конечно же, как и все люди 19 века, по крайней мере, почти все, он прожил достаточно короткую жизнь и умер в 48 лет. Да, литературой он начал заниматься по тогдашним меркам несколько поздно. В 24 года он оставил все свои работы, связанные с политикой, социологией, и отправился в лес. Там он завел лесопилку, у него в подчинении было около 100 человек, и вот в итоге он сел и начал писать. «Мемуары дьявола» поистине и тогда, и сейчас считается одним из главных романов, который вобрал в себя все лучшее из готической прозы. И, конечно же, «Готика», «Осень», «Здравствуйте, пожалуйста», «Пожимаем ручки» и «Идем вместе». Нужно отметить, что когда я узнала, что издательство АСТ решили переиздать этот роман в серии шедевры в одном томе, я дико обрадовалась. В свое время я читала «Мемуары дьявола» в библиотеке, просто брала книжку издательства «Ладомир», вот знаете, в зеленых потрясающих обложках. И когда я, уже будучи более такой взрослой, решила эту книгу перечитать, я залезла на Алип, увидела, сколько сейчас стоят эти книги, и немножко ошалела, потому что около трех тысяч за книгу старенькую. Ой, да, конечно, я обожаю букинистические издания, у меня их полным-полно, но все-таки я была не готова. И вот ее переиздали, теперь ее можно купить за более-менее разумные деньги, и это меня, конечно, обрадовало. А знаете почему? Потому что «Мемуары дьявола» был одним из любимых романов Федора Михайловича Достоевского, и никак мы от этого парня не избавимся. Если, кстати, вы не посмотрели до сих пор мой разговор про братьев Карамазовых, обязательно посмотрите. Я проделала, как мне кажется, большую работу, и мне хотелось бы, чтобы вы оценили ее по достоинству. Ну и теперь поговорим конкретнее про сами «Мемуары дьявола». Что же это такое? А это у нас авантюрно-социальный роман, в котором, по сути, Фредерик Сулье, как человек, который всегда выступал против монархии, участвовал во Французской революции 1830 года, ну, он против нее выступал, в общем-то. И в этой книге собраны те портреты, те размышления автора, которые, в принципе, явились такой консистенцией, да, квинтэссенцией его жизни. Могу немножко заговариваться, потому что, если честно, меня отвлекают вот эти свечки, но они собак так красиво смотрятся в кадре, поэтому я их оставлю. Так вот, в чем подвох? А подвох в том, что на страницах этой книги мы с вами встречаем баронский род де Луице, и они на протяжении долгих лет общаются с дьяволом. Дьявол поступает на службу каждому из представителей этого рода на 10 лет. И спустя время приходит осознание, что от дьявола и от его помощи нужно все-таки избавляться. Молодой барон Франсуа Арман тоже заключает сделку с дьяволом, и для того, чтобы желания исполнились, ему достаточно позвонить в колокольчик. И я думаю, вы понимаете, что вот этот сюжет взаимодействия с дьяволом, когда молодой человек заключает сделку и начинает использовать дьявола, сюжет действительно старый как мир. Но при этом именно в этой книге есть нечто необычное, потому что здесь мы с вами видим меньше мистики и больше человеческих каких-то душевных порывов. И я, если честно, с трудом помню уже эту книжку, помню, что я прям была в дюжем восторге, мне это очень понравилось. И да, этой осенью я тоже планирую перечитать эту книгу, но точно могу вам сказать, что вы не разочаруетесь, потому что язык Фредерика Сулье, он действительно такой, он очень классический. И мне кажется, даже вот прочитав случайный отрывок, вы поймете, что это невероятно. Диалогов в книге много, по этому поводу можете не переживать, потому что обычно в классической литературе действительно огромный процент именно прозаических отрывков с размышлениями авторов или героев, но в этой книге все, полная гармония, честно вам скажу. Ну и тем более, я полагаю, что многие из вас уже готовы взять и прочитать эту книгу после моих слов про то, что это был любимый роман, один из любимых романов Федора Михайловича Достоевского. Роман толстенький, но при этом в свое время, когда мне было лет, наверное, 17 как раз, я его прочитала за неделю, наверное. Читала ночами, не могла оторваться и надеюсь, что так будет и сейчас, несмотря на то, что я уже старенькая, что мне уже вроде бы как пора завязывать с ночными чтениями, потому что это плохо сказывается на моем внешнем виде, но что поделать, литература — это всегда своего рода жертва. Еще одна книга, которая, как мне кажется, поможет вам создать осеннее настроение и погрузить вас в том числе в эстетику чтения, от которой мы с вами никуда не денемся, — это, конечно же, «Пергюнд» и «Генрих Ипсон». Это потрясающее издание выполнено с иллюстрациями Савы Бродского, и, как мне кажется, это один из лучших художников, который занимался этой пьесой. Но давайте обо всем по порядку. Кто такой Генрих Ипсон, я надеюсь, вам рассказывать не нужно, но вот что касается романа «Пергюнд», мне кажется, многие не знакомы с первоисточником. Но я уверена, что многие из вас, да что-то многие, наверное, каждый из вас слышал так или иначе песню «Сальвеик» Эдварда Грига. Именно эту музыку композитор написал по просьбе самого Генриха Ипсона, и мне кажется, это тоже одно из самых идеальных сочетаний. Вообще, всё, что вокруг Генриха Ипсона, очень сильно похоже на гармонию. Но нужно сказать, что «Пергюнд» в своё время очень расстроил Ганса Христиана Андерсона. Да, такое тоже было, но всё-таки, почему в своё время «Пергюнд» не был так принят хорошо в обществе, как, например, он принят в обществе сейчас? Всё дело в том, что многие персонажи этой пьесы, они показались людям очень грязными, потому что и крестьяне у нас здесь показаны отвратительно, и властимущие показаны отвратительно, и фольклорные персонажи, просто мрази. Но в своё время именно решили переосмыслить, видимо, так массово собрались все литературы веда всех стран, и решили пересмотреть эту историю именно через образ Сальвейка, женщины, которая ждала своего мужчину, ждала долго, прекрасно. И вот я вам честно рекомендую, когда вы будете читать «Пергюнд», поставьте сонтрек, поставьте себе музыку Эдварда Грига, и вы получите максимальное удовольствие. По сути, «Пергюнд» — это такая норвежская одиссея. У нас есть главный персонаж, который отправляется в путешествие через свои какие-то внутренние боли, он проходит множество испытаний. Нужно отметить, что «Пергюнд» действие всей пьесы происходит не только в скандинавских странах. У нас здесь будет и пустыня Сахара, и психбольница Каира, и многое-многое другое. То есть определенная жара вам тоже будет обеспечена. Я люблю «Пергюнд», хотя я не очень люблю пьесы, но Генри Хибсон, нужно, наверное, отметить еще его привидений, эти пьесы почему-то особенно заходят мне осенью. Я так задумалась, потому что словосочетание заходит мне, книга заходит, куда она заходит, ну, в общем, ладно, это уже такое словосочетание, от которого никуда не деться, и которое, наверное, навсегда останется в лексиконе книжных блогеров. Так вот, советую вам эту книгу, она действительно прекрасная, и на самом деле издание шикарное, и мне удалось его купить со скидкой. Тут тоже должна сказать сразу, что да, да, это дорого, потому что книжка выполнена просто потрясающе, и здесь есть фактура дерева, и мне кажется, что, опять же, осенью она чисто с эстетической стороны, да, чисто со своей философской стороны может дать вам такую, знаете, светлую меланхолию, потому что, ну, осень и так мрачное достаточно время, и вы все равно грустите. Ну, я не буду обобщать, но многие, наверное, все-таки подвержены таким осенним сплиновским настроением. Ну, вот, Пергюнд, Пергюнд создаст именно светлую меланхолию. По крайней мере, финал этой истории, я надеюсь, что я вообще-то не проспойлерила, потому что мне кажется, что история Пергюнд, она известна всем, даже тем, кто не читал, и, возможно, даже не знал, что есть пьеса. Я, по крайней мере, хочу в это верить. Извините, если вдруг что не так. Осень, прекрасная осень, осень, золотая, пушкинская осень, болдинская осень, и, конечно же, мне кажется, в генотипе русскоязычных читателей осенью обращать внимание на поэзию. И да, наверное, многие здесь ждут, что я опять запрыгну на своего любимого коняшку и буду рассказывать вам про Бродского и Набокова, но мне кажется, что у меня какой-то новый этап отношений с поэзией, и поэтому я буду советовать вам Чеслова Милоша. Я зачитаю вам одно стихотворение, чтобы вы сразу поняли, о чем речь. После 80 называть стихотворение. Вот как-то так, и никак иначе. На самом деле это одно из худших стихотворений Чеслова Милоши, и на самом деле у него есть существенно лучше. Что касается конкретно этого издания, это билингва, то есть здесь мы имеем стихотворение и на языке оригинала, так что если вы вдруг знакомы с польским, то вам будет очень приятно, наверное, почитать Чеслова на его родном языке. И, наверное, нужно еще отметить, что Чеслов Милош, это был один из любимых поэтов Иосифа Александровича Бродского. Да, 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 никуда от этого не деться, все равно все рекомендации перекрестные. Вообще меня очень забавляет, как между собой оказывается все связано. Когда я узнала, кстати, что мемуары дьявола — это любимый роман Достоевского, да, что сам автор мемуаров был знаком и с Юго, и с Бальзаком, и с Дюма, я тоже очень удивилась, потому что для меня все равно как-то все существовало раньше отдельно, а потом произошел некий литературный синтез в моей голове, и я поняла, что все между собой связано. Так что да, Чеслов Милош рекомендую. Здесь у меня «Земля Улера», я вам рассказывала уже про нее в каком-то из выпусков прочитанных, но сейчас у меня опять такое возрождение интереса к поэзии происходит, и я максимально уверена, что все это опять же связано с осенью. С осенью. Очень странно звучит. С осенью. Сидишь тут эстетствуешься, такая, типа, красивая, а на самом деле ты просто книжная быдла. Сегодня получается несколько демонический выпуск на самом деле, потому что мне нужно рассказать вам еще и про Олдеса Хаксли. И все такие, наверное, где там в о дивном новом мире какие-то демоны и бесы? А я вам скажу, что есть еще бесы Людена. Да, именно так произносится, не бесы Лудена, хотя, мне кажется, бесы Лудена звучит как-то попоэтичней, но бесы Людена. Это своего рода нон-фикшн работа автора Дайо. Он писал ее уже после создания своих шедевров, уже ближе к старости, когда ему захотелось переосмыслить все это. Но при этом, при этом нужно сказать, что Олдес Хаксли не изменяет себе. Да, процесс над бесами Лудена – это все-таки историческое событие, которое автор решил переосмыслить и немножко поместить так в художественную форму. Получилось у него? Да, получилось, потому что книга прекрасная, и опять же здорово, что Аисте переиздали ее в серии «Эксклюзивная классика». Роман этот основан действительно на документах исторических, которые описывают Францию эпохи Людовика XIII и кардинала Ришелье. Да, того самого. И автор взял эту историю именно потому, что здесь, опять же, можно увидеть, как общество убивает тех, с кем оно не согласно. В итоге мы получаем книгу о массовой истерии, о массовом психозе, о фанатизме, и вообще весь этот процесс – это, конечно, история удивительная, потому что я даже не знаю, нужно ли тут спойлерить, или вы сами потом почитайте, но, в общем, все закончилось, конечно же, печально, несмотря на то, что были люди, которые пытались спасти того монаха, кажется. Я уже забыла регалии, какие были церковные у одного из главных персонажей этого судебного процесса, но в итоге все закончилось не очень. И нужно отметить, что в «Бесах Луденок», конечно же, очень много всего такого хаксовского, и его попытка реконструировать события, которые происходили когда-то, ну, это, мне кажется, удалось, потому что над книгой Хаксли действительно работал очень и очень долго. И еще, я думаю, нужно отметить, что эта книга, как ни странно, очень неплохо перекликается с нашей с вами реальностью, потому что здесь есть и про политических заключенных, есть про запреты на профессию, и, казалось бы, персонажи Хаксли просто занимаются своими привычными делами, они изгоняют бесов, они пытаются понять природу беснования, но при этом они пытаются доказать, что сами-то они с бесами вообще никогда не общались. Однако все это, конечно же, ложь. Я вам тоже искренне рекомендую познакомиться с этой книгой. Кажется, кажется, в каком-то из прочитанных я вам про нее уже рассказывала, но вот, мне кажется, эта осенняя подборка лучшее место, где Олдос Хаксли и его «Беса Лудена» снова могут появиться. От всяческого печального перейдем к истории более такой детской, наверное, это море троллей Нэнси Фармер. Это американская писательница, которая, в принципе, не очень известна в России, но вот ее к нам принесло издательство «Волчок». Это первая книга из двух, я пока прочитала только эту, и она прекрасна. Я не знаю, почему, но накануне зимы очень хочется каких-то таких норвежских историй, и море троллей, естественно, даже со своей прекраснейшей обложкой, как бы нам сразу дает понять, что здесь будет все то самое, что нам так необходимо. Главный герой этой книги — это мальчик Джек, который родился в маленькой деревне на острове, и, по сути, он мог бы прожить обычную жизнь, но в итоге его берет к себе в ученики Барт. Это друид из Ирландии, который известен под прозвищем «Драконий язык», и вот тут-то начинают происходить всяческие разные путешествия. Маленькому Джеку, хотя он не такой уж и маленький, но я имею право так говорить, я все-таки его старше, маленький Джек даже отправится в Йотунхейм, и нужно отметить, что да, здесь огромное количество скандинавского фольклора. Я обожаю книги, в которых авторы с таким уважением подходят к некой историчности этого фольклора, и здесь у фармер есть даже список источников, есть приложения, которые подсказывают некоторые вещи, потому что, ну, нужно понимать, что не все, наверное, дети, подростки знакомы с такими вещами, но если они поиграли в Вальгаллу, я говорю про Ассасинскрит, они, наверное, более-менее с этим уже знакомы. Поэтому, да, я здесь вместе с Джеком тоже была в Йотунхейме, и в Вальгале я шлялась, поэтому мне было очень приятно как бы продолжить эту историю, по крайней мере, в знакомых декорациях. В этой книге потрясающие иллюстрации. Еще мне очень понравилось, что в самом начале истории автор как бы заранее знакомит нас с героями, среди которых есть естественные исторические персонажи, поэтому данную толстенькую достаточно книжку я вам рекомендую также, если вы поклонник таких вещей. И я думаю, я уже имею право сделать спойлер, ведь в конце концов у Уны Харт, у Насти скоро выходит книга, когда запоют мертвецы, я ее уже прочитала, и она очень сильно перекликается с морем троллей, я уже Насте рассказала про эту книгу, надеюсь, что она ее тоже прочитает, но там нечто похожее, нечто очень далеко похожее, но как бы похожее, по крайней мере, по атмосфере. У Насти книга более жуткая, я надеюсь, в ноябре она уже выйдет, выйдет с моим блербом на обложке. В общем, не знаю, зачем я вам это рассказала, наверное, бегу впереди паровоза, но все-таки книга хороша и море троллей, и то, что выйдет у Насти. И, конечно же, я была бы не я, если бы я не рассказала вам про новую, хотя она не новая, она не новая, но я просто на канале про нее еще не рассказывала, книжку про смерть, самые добрые в мире, детская книжка про смерть. Вуху, такая, знаете, земля Михаила Елизарова для самых маленьких. Но на самом деле есть скорбный повод рассказать вам про эту книгу, потому что Ульф Нильсон покинул нас на этой неделе, потрясающий автор, и самые добрые в мире, книжка тоже очень ласковая и очень нежная. Здесь у нас есть несколько детишек, которые в прекрасный солнечный день маятся от тоски и в итоге решают похоронить шмеля. И в итоге их интерес к похоронам заходит настолько далеко, что они решают открыть свое ОАО в добрый путь и хранить различных зверюшек. Они обзванивают соседей, эти детки, узнают, нет ли у них какой-нибудь животинки, чтобы ее похоронить, и мне кажется, это хорошая книжка. Но опять же, я не обладаю собственными детьми, и мне кажется, ее уже очень далеко от детского восприятия чего-либо, и я не могу говорить, подойдет ли эта книжка ребенку. Я видела некоторые отзывы, в которых мама наоборот ругалась, что мол, как так, почему это вообще детская книга, ребенок ничего не поймет, но, наверное, все зависит, опять же, от воспитания и от восприятия. Я говорила с одним психологом на тему детских книг о смерти, и она мне сказала, что вообще, благодаря детским книгам о смерти, ребенку проще объяснять потерю. Ну, например, умер кто-то из родственников, ребенок начинает задавать вопросы, и вот тогда на подмогу приходят такие книги. Вот, наверное, в этом их смысл, но, знаете, я как бы, хоть и взрослая тетенька, но мне интересна вся эта тоналогичная история. Я не знаю, вообще, нужно ли кому-то опять здесь повторять, но мне нравятся подобные штуки, и у меня уже собирается своего рода такая мини-коллекция детских книжек о смерти. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, я сниму когда-нибудь об этом отдельно ролик, когда придет время. Но мне кажется, что с детьми нужно, нужно говорить о смерти, и, возможно, книги как раз помогут это сделать. На этом я буду закругляться. Я думала, что ролик получится чуточку меньше, но в итоге что-то совсем я разболталась. Вся проблема, конечно, в мемуарах Дьявола, мне кажется, потому что эту книгу я особенно давно хотела перечитать. Но я надеюсь, что что-нибудь из этих книг вас заинтересовало, вы действительно обратите на них свое внимание. Вы, конечно же, посмотрите те видео, которые вы еще не смотрели. Это важно, это очень важно. Взаимодействуйте с этим роликом. Любое действие ваше помогает продвижению контента на YouTube, выходу в рекомендации. Ну а я на этом буду с вами прощаться, раскланиваться. Надеюсь, что мы с вами будем и дальше читать вместе.